Здравствуйте, дорогие подписчики! Закончились новогодние каникулы и мы возобновляем еженедельный выпуск главных аграрных новостей. Российское правительство призналось в нехватке средств на льготные кредиты. Пшеница подешевела после отчета Минсельхоза США. Торговые сети пообещали не накручивать цены на основные продукты. Подробности далее в нашем выпуске. Новый год начался с плохой новости для тех аграриев, которые пользуются льготными займами. Минсельхоз намерен повысить предельную ставку кредитования с действующих 5% до 7%. Попытаемся объяснить почему. С июля 2020 года наша страна пребывала в периоде необычайно благоприятном для кредитования. Центральный банк снизил ключевую ставку, от которой зависят ставки коммерческих кредитов, до небывалых 4,25%. Однако с марта 2021 года, пытаясь держать инфляцию в стране, Банк России начал поэтапно ключевую ставку поднимать. И вот за неполный год она выросла вдвое, до 8,5%. Как все это связано с льготным кредитованием АПК? Дело в том, что ставка льготного кредита от 1 до 5% годовых это лишь вершина айсберга, которую мы все видим. А под водой скрыта та самая ключевая ставка, то есть деньги, которые банку перечисляет Минсельхоз России в виде субсидий за выданный льготный кредит. Итак, за год ключевая ставка увеличилась вдвое, соответственно вырос и тот объем средств, которые Минсельхоз России должен вернуть банкам. Но эти средства в бюджете предусмотрены не были. Поэтому, например, в декабре ведомство было вынуждено просить у правительства дополнительные 9,5 млрд рублей на эти цели. Чтобы в новом году как-то свести концы с концами, Минсельхоз предлагает возмещать банкам уже не 100%, а только 70% ключевой ставки, а предельную стоимость кредита для агрария повысить с 5% до 7%. Грубо говоря, льготные займы станут для сельхозпроизводителей дороже. Причем это коснется не только новых кредитов, но и действующих уже заключенных инвестиционных длинных кредитов. Проект изменений был опубликован ведомством 29 декабря. Так что 2022 год все отраслевые союзы начали с того, что стали писать в Минсельхоз письма с требованием не менять условия субсидирования займов. Союз Молоко, например, подсчитал, что с удорожанием кредитов финансовая нагрузка на предприятия молочной отрасли вырастет на 13,6 млрд рублей, что сопоставимо с третью всей годовой прибыли сектора. Не менять условия кредитования попросили также руководители Национальной мясной ассоциации, Национальной ассоциации производителей индейки, Национального союза птицеводов, Национального союза свиноводов и Росптицы союза. Каков же итог этих писем? В Минсельхозе газете «Коммерсант» ответили, что поступившие обращения находятся на рассмотрении. В Министерстве подчеркнули, что для сельхозпроизводителей России сохраняются одни из лучших условий кредитования в российской экономике. Так что изменения, которые предлагает ведомство, не приведут к сокращению темпов развития АПК. В первой половине января российская пшеница была относительно стабильна. Экспортная цена на пшеницу с протеином 12,5% на Фобе Новороссийск колебалась в районе 332 долларов за тонну. А вот на мировых биржах культуры начала дешеветь. Причина – завершение уборки в Южном полушарии, где получили хороший вал зерна. Оба основных экспортера Австралии и Аргентина имеют рекордный урожай пшеницы, пишется в икон. Этот тезис подтвердил и январский отчет Министерства сельского хозяйства США. Правда, оценки американцев оказались чуть ниже прогнозов, которые делают местные аналитики. Так, например, США приписал Аргентине производство 20,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как местные эксперты заявляют об урожае около 22 миллионов. То же самое с Австралией. Оценка США – всего 34 миллиона тонн, тогда как местные эксперты говорят, что страна может собрать 35,5 миллиона тонн. Из отчета Минсельхоза США также следует, что в этом году Россия все-таки потеряет статус главного экспортера пшеницы. Ее место займет Евросоюз. Страны ЕС поставят на мировой рынок 37,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как Россия сможет экспортировать только 35 миллионов. Вывоз пшеницы из России ограничивают квота в размере 8 миллионов тонн и пошлины, которые с 12 января составят на пшеницу 98,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 февраля уменьшится на 30 долларов, до 251,4 доллара за тонну. Сейчас экспортеры вынуждены отчислять в бюджет свыше 280 долларов за тонну. Отразится лето на закупочных ценах переработчиков подсолнечника. В прошлом году, как вы помните, сразу после новогодних праздников начался резкий подъем цен на масло семена. Но в этом году такой сценарий маловероятен, следует из обзора Института конъюнктуры аграрного рынка. ИКАР отмечает, что осенью сельхозпроизводители, как правило, придерживали продажи подсолнечника, маслозаводы были недозагружены и в результате производства масла в сентябре-ноябре сократилось на 12,3% по сравнению с прошлым сезоном. При этом нужно учитывать, что урожай в прошлом году был получен рекордный не только в России, но и во всем мире. Он составляет 57 миллионов тонн, что на 7,5 миллиона тонн выше, чем в 2020 году, и на 3 миллиона тонн выше, чем в рекордном 2019 году. Причем в соседней Украине аграрии тоже придерживали продажи, так что рост предложения сырья на фоне нарастающего профицита будет актуален для всего мирового рынка. Как сообщает ИКАР, в России помимо высокого урожая на цены давит уже упомянутая демпферная пошлина на масло. С учетом таможенных сборов, пишут в Институте конъюнктуры аграрного рынка, если курс рубля останется стабильным, то независимо от мировой цены, цена на сырой подсолнечник в России будет не выше 45-47 рублей за килограмм. Это с НДС. На каких культурах можно заработать больше? Сегодня этот вопрос задают себе практически все аграрии. Перспективными выглядят нишевые культуры, такие, например, как чечевица и нут. О них, а также о сои и горохе мы будем говорить 26 января на базе кооператива «Маяк» в Зернограде, где проведем круглый стол прибыльные бобовые. Мы всех фермеров приглашаем на эту встречу. Подробности вы можете найти в ссылке под видео. Как обычно, участие бесплатное, но просим каждого из вас зарегистрироваться, чтобы мест всем хватило. Крупнейшие российские ритейлеры приняли решение ограничить торговую наценку на социально значимые продукты. Такую идею им предложила Федеральная антимонопольная служба, и торговые сети пошли навстречу. Торговая наценка будет ограничена 10% в магазинах «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» и «Перекресток». То есть это торговые сети, принадлежащие акционерному обществу «Тандер» и «Х5 Ритейл Групп». Напомним, что в перечень социально значимых продуктов, которые теперь не будут дорожать, Согласно постановлению правительства, включены овощи борщевого набора, макароны, мука, хлеб, гречка, питьевое молоко, сливочное масло, куриные яйца, куры, кроме окорочков, подсолнечное масло, яблоки. Исполнительный директор РУСПРОД Союза Дмитрий Востриков отметил, что список социально значимых продуктов первой необходимости совсем невелик и касается обычно одной наиболее дешевой позиции в товарной группе. Так что на такие продукты наценка и без того является минимальной. В продолжение темы высказался глава Минпромторга Виктор Евтухов. Он сказал, что средняя наценка на товары в торговых сетях составляет 15-16%. Причем, конечно, на прилавках можно увидеть товары с большей наценкой, но они, как правило, не входят в социальную корзину. По традиции закончим выпуск жизнеутверждающей новостью. В четверг Владимир Путин встретился с генеральным директором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Бизнесмен рассказал президенту, что 60% сотрудников вакцинировано, 20% переболело, что потрачено 3 миллиарда рублей на квартиры и свыше 4 миллиардов на строительство нового микрорайона, что «Уралхим» построил также поликлинику, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, закрытый каток и большой центральный храм. Обсудили ситуацию с удобрениями в Европе и мире. Ну и под конец разговора вспомнили и о российских сельхозпроизводителях. Дмитрий Мазепин сказал президенту, что тот правильно сделал, когда поручил разобраться с поставками удобрений внутри страны. Квоты, по мнению бизнесмена, пошли на пользу. По азотным и фосфорным удобрениям были определенные перебои и накладки, сказал Дмитрий Мазепин. Но сейчас ситуация стабильна и мы в три раза дешевле обеспечим наших сельхозников удобрениями. Хотелось бы, конечно, уточнить, удобрения будут в три раза дешевле, чем у кого? Или чем когда? Но ответ на этот вопрос, к сожалению, остался за кадром. Так что остается только порадоваться, что мы не Африка, потому что там, по словам Мазепина, возможности покупать удобрения нет совсем. На этом наш выпуск завершен. Позитивного вам всем настроя и хорошей недели, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!